Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это прокуратура Чеченской Республики? Да. Вас беспокоит урожайник города Грозного, Абдурахманов Томсом, меня зовут. С кем я говорю? Кого вы хотели услышать? Меня интересует помощник прокурора по рассмотрению жалоб. Я вас слушаю. Патукаева Малика, да? Да, да. Значит, вам неоднократно из Генеральной прокуратуры России была перенаправлена моя жалоба. На незаконность возбуждения уголовного дела. И также вам было направлено из правозчисленного центра Мемориал тоже запрос на мое имя по поводу возбуждения уголовного дела. Эти письма остались без ответа с вашей стороны. Я могу назвать вам исходящие номера, если вас это интересует. Мой вопрос в том, почему нет никаких действий с вашей стороны, когда мы получим какие-то ответы? Ну, говорить о том, что вы не получили ответы, и мы не направили-то разные вещи. Я думаю, что здесь тоже надо разбираться, почему вы ответы не получили. Мы не направить ответы не можем. Это очень легко отслеживается, потому что заказной корреспонденцией отправляются ответы и уведомления о перенаправлении. Если, допустим, перенаправили это обращение куда-либо, эти уведомления тоже отправляются доказной. То есть, как бы, у нас здесь нет настолько глупых людей, чтобы себя так подставлять. Вот. Поэтому давайте разбираться. Сколько было всего этих обращений? Будем смотреть. Значит, давайте, в принципе, я не утверждаю, что вы не отправили. Мне как раз интересно сейчас разобраться. Может быть, вы отправили, а я действительно не получил. Конечно. Значит, один запрос был вам направлен 2 августа 2016 года. Это сопроводительная дата Генеральной прокуратуры? Да, это Генеральная прокуратура. 02.08.2016. За чей подписью? За подписью прокурор отдела управления ХМ Касимов. ХМ? Да. Касимов. А уголовное дело кем возбуждено? Уголовное дело возбуждено заводской прокуратурой. Прокуратурой или следственный комитет? Сейчас я вам скажу точно. Значит, здесь сказано, что это следователь. Так. Следователь следственного управления УМВД России по городу Грозный. Капитан юстиции. Полиция. Угу. Да. По какой степени возбуждено дело? 208-я, часть 2-я. 208-я, часть 2-я. Не съемок! Угу. Вот, я могу вам... Давайте я вам назову, наверное, исходящие номера. Угу. Значит, вот это вот письмо Генеральной прокуратуры, которое... А это 2-го августа. А 2-го августа, да. У него значит исходящий номер. Так, 27-1-R-12-12-47-16-17-62-08. Так, вы мне скажите, возбуждение дела в отношении кого? В отношении Абдурахманова Тумсо Умалтовича. Минутку, подождите. Сколько всего было тех обращений? Значит, это одно. Было еще одно уже в сентябре. Потом было еще одно в октябре. И затем в ноябре было уже от мемориала. То есть, итого 4. Это те, на которые я не получил ответы. Вы там свой адрес указывали фактически, где вы проживаете? И фактический адрес, и электронную почту указывал. До этого был... Я получал дважды. Слушай, вот наш человек здесь звонит и говорит, что несколько жалоб было его. Ну, три с генеральной. Ни на одну из них он ответ не получил. По 27-му делал это жалоба. Была по незаконному возбуждению уголовного дела. Это в отношении Абдурахманова. Самого Абдурахманова жалоба была. Заявитель вы были? Да. Да, заявитель он с Абдурахманов. Т. В августе, генеральная, говорит, нам направляла. Ну, аж три было. Да. Да. Ну, я это примерно поняла, в каком отделе у нас она рассматривалась. Ну, не знаю. Я очень сомневаюсь, что наши ребята могли не направить. Может быть, они электронкой не отправили вам ответ, но по адресу, который там указано, как фактическое проживание, место проживания, не направить не могли. Сейчас в канцелярии там девочка посмотрит. Вот. Вы, конечно, можете... Давайте я вам номер телефона вот этого начальника отдела дам. Он, конечно, недавно назначен. Может, он не совсем там сориентируется сразу. Но вы можете сказать ему, что я дала вам номер телефона и звонила в их канцелярию, просила посмотреть ответы. Хорошо, давайте. Вот, давайте сейчас я вам дам его номер. 22-32-69. 22-32-69. Да, это его номер, но, конечно, сейчас вот его в кабинете не было, я ему звонила нам внутренне. Вот, но он, в принципе, через какое-то время может потом названивать, посмотреть. Ну, сейчас, я думаю, не поздно. Сейчас, подождите. Алло? Оу. Да. Угу. 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 Ещё в октябре, да. И потом ещё в октябре поступала. Угу. Он говорит, что три. У него уведомления загенеральные приходили, что они направлены к нам. Амин, ты можешь посмотреть, по какому андресу моему ответы отправляли? Я звонила, да, тоже по телефону. Амин, они выступали, его выступление, видимо, обсуждают. Слышишь? Амин. А долго там надо посмотреть? Надзорка там, у него надзорки там? Угу. Ну, я дала Халинда номер ему. Сказала, что там попозже, может, набрался, посмотрел. Т. 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 Да я просто не могу понять, почему он не получает их. Уведомления загенеральные-то получают же. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Абдурахманов Тумсо беспокоит. Мы с вами общались пару дней назад. Да. Вы меня помните. Значит, вы дали мне номер, по которому я должен был позвонить. Я помню. Да, но, к сожалению, я вот уже несколько дней звоню на этот номер. Там никто не отвечает. Я написал на вашу электронную почту, которая у вас указана на сайте прокуратуры Чеченской Республики. Я написал тогда вам письмо с просьбой, ну, куда я приложил все эти письма. Я попросил на эту почту мне выслать копии, если они, конечно, были вами отправлены. Вот, я бы хотел узнать, получили ли вы это письмо, и вообще, что сделано по этому поводу, и могу ли я рассчитывать. Ну, почта, во-первых, она не у меня, а у другого работника. Жалобы. Когда вы отправили? Позавчера. Вечер. Не понял. В тот же вечер, когда мы с вами говорили? Да, да. Пока не передавали, потому что обработку делаю я, я пока еще не получала вашу жалобу. Наверное, я так понимаю, что они на понедельник ее оставили. Мы можем с вами, вот я могу сейчас называть вам конкретно номера этих писем, да, и узнать у вас конкретно, вот по ним есть какие-то ответы? Если они есть, то получить их копии на электронную почту, вот мы можем у вас сейчас? Дело мне сказал, что ответы у них есть. Ага. Тогда... Когда вы жалобу если написали, по жалобе тогда вам уже более подробно ответ дадут. Вы имеете в виду жалобу на электронную почту, которую я дал? Да? Разбираться даже не делается вот так вот в телефонном режиме. Тем более жалоба есть, конечно же, мы посмотрим, разберем. Если это не делается в телефонном режиме, то зачем на сайте указывать телефон, по которому можно обращаться и задавать какие-то вопросы? Это можно, но дело в том, что в телефонном режиме ваша жалоба разрешена же, не может быть, правильно? Согласны? Согласен. Я вам, по-моему, вполне подробную консультацию дала. Выяснили, разобрались, да, жалобы были, ответы у них отправленными значатся. А сейчас вы хотите, чтобы я по телефону проверила еще почту, отправленную фактически или нет? Да нет, у нас с вами, видимо, разные понимания разъяснения. Вы мне просто дали номер телефона и сказали, позвоните, там, разберитесь. Если, по-вашему, это разъяснение, то меня оно не устраивает. Говаривая с вами одновременно, с отделом связалась их. Их канцелярия мне сказала, что да, такого-то числа мы отправляли, у нас отправленным значатся. Какого числа? Этого не было, по-вашему? Вы мне не говорили никаких числов. Давайте скажите мне даты, когда это было отправлено. Вы мне говорили, что 2 августа одно письмо у вас было, правильно? Это мои даты. Вы мне свои даты назовете. Я вам сказал, что 16 сентября, там, какого-то, 20 какого-то августа она сказала, что получили. 16 сентября, насколько я помню, она сказала, что ответ отправленным у них значатся, по крайней мере, на одну жалобу. Остальные жалобы, извините, я вам по телефону не могу столько информации давать. Хорошо, я вас не... Жалобы ваше поступило, я уверен, что мы разберемся, и никаких проблем нет. Если ответы отправленными не были, практически, разберемся, и, естественно, виновное лицо будет привлечено к ответственности соответствующей. Хорошо, спасибо. Копию ответа, если вы просите прислать, мы вам, конечно, отправим. Я сейчас вас не прошу, чтобы мне по телефону давали разъяснение. Я хочу от вас услышать конкретные сроки. Вы и так нарушили закон и просрочили срок ответа. Нарушила. Вы скажите мне, вот такого вот числа? Да, исполнителем по вашим жалобам не была. Тогда звоните, дозванивайте до начальника отдела. Я не могу вам сказать, почему вы до него не дозваниваете, почему он не отвечает. Нет, я звоню туда, куда меня прокуратура указала звонить, понимаете? Я не знаю... Телефона? И так далее. В служебном помещении, в кабинете начальника этого отдела. Кто был у вас исполнитель по вашим жалобам? Куда я знаю, кто у меня был исполнитель? Я звоню туда, куда ваша прокуратура мне вывесила телефон. Сказала, что вот звоните сюда. Вот этот человек у нас разбирается с жалобами. Я поэтому позвонил по этому телефону. Нет, подождите, но я вам дала номер телефона начальника отдела. Послушайте меня, я вам на домашний телефон домой к вам не позвонил. Понимаете, у меня лично с вами нет никаких проблем. Но вот вы меня не слышите. Я вам дала номер телефона начальника отдела. Отдела, в котором рассматривали ваши жалобы. Вы мне дали телефон, который не отвечает. Какой смысл мне от этого телефона? Позвоните к нам. Разберитесь этим вопросом. Скажите мне, что вы до такого... Сказала, как жалоба ваша поступит, я разберусь. Жалоба моя поступила к вам на электронную почту. К вам поступила... Я вам говорю, что у меня я ее в глаза не видела. ...из Генеральной прокуратуры. У меня есть копии этих документов. Вы уже нарушили все мыслимые и немыслимые законы Российской Федерации. Понимаете? Я вам говорю, чтобы вы теперь разобрались и дали мне конкретный срок. Скажите, что до такого-то срока я получу копии этих ответов на электронную почту. Вот все, что это так важно. Рассмотрение жалоба вам сказать. Жалобы у нас рассматриваются, требующие дополнительной проверки. 30 дней, не требующие 15 дней. Так у вас уже полгода прошло. Какие 30 дней? Уже полгода. Вы говорите, что вы жалобу отправили, правильно? Это после того, как генпрокуратура... Я сейчас говорю про эту жалобу, где вы говорите... Вы говорите мне, я вам написал жалобу, где прошу, чтобы вы мне копию ответов отправили. Подождите, это уже не та жалоба. Это я просто вам напоминаю, что вы просрочили вон полгода назад, понимаете? Это не жалоба. Жалоба была полгода назад, на которую вы никак не отреагировали. И вы сейчас говорите, что вы отреагировали, но это только ваши слова. Докажите мне, что вы отреагировали. Пришлите мне копию на электронную почту. Вы написали о том, что вы в письменной форме изложили суть вашей жалобы сейчас, правильно, чтобы ответы не получили. По ней мы проведем проверку, естественно, разберемся и вам ответы отправим. Если вдруг они не были отправлены, виновное лицо понесет ответственность. Какой срок я получу какую-то реакцию? Такие обращения рассматриваются. Если требуется дополнительная проверка 30 дней, не требуется 15 дней. Срок регистрации обращения в прокуратуре, в органах прокуратуры, 3 дня. Эту жалобу от вас пока еще не видела. Электронная почта, она не у меня. Я не могу, если была бы у меня, я бы сказала, да, вот ваша жалоба поступила, я вот с ней сделала там то. Я сейчас не могу это вам сказать, потому что не у меня эта почта находится. Вот это все, что я хотел от вас услышать, но вы почему-то начали с конфликта. Вы это слышали, если бы вы изначально меня слушали, вы не слышите меня? Я сразу сказал, что вашу жалобу я не видела пока. Я веду запись тех разговоров, я могу это все вам сейчас выслать и еще раз... Пожалуйста, я не спорю, пожалуйста, ведите, если считайте нужно. Вы это сказали, когда я вас уже надоумил это говорить. Если вам прослушайте эту запись еще раз, тогда посмотрите. Я вам в самом начале сказал, что жалобу я вашу не видела, она ко мне не поступает. Есть другой работник, куда поступают эти жалобы. Прослушайте запись, и вы услышите это. Кому она поступает? Я у вас спросил просто, когда она будет рассмотрена. Ваша задача была сказать, что вот 15 дней, либо 30 дней, если там что-то дополнительное. Давайте вы меня не будете учить, если вы мне сказали, какие сроки рассматриваете. Вы мне говорите про жалобы, которые через полгода назад поступали. Понимая вам ничего конкретного сказать, пока не могу. Но эту жалобу, когда вы сказали про эту жалобу, я вам объяснила, что сроки вот такие, 15-30 дней. Ладно, давайте, мне это уже бесполезно. Разговор, все, спасибо. Я буду ждать ответа. Давайте, до свидания. Хорошо, хорошо. Ликвидос, спасибо. Надо будет вызвать в отдел кадров позвонить, 143. Мама, мальчик, так хорошо. Послушай, смотри, девочка говорит, что у них значит, что ответы отправлены. Если считаешь, что нужно, можешь прийти на прием к начальнику отдела, хочешь, напишешь жалобу, хочешь, в телефонном режиме посмотри, но ответы, как я уже говорила, что они направлены быть не могут у нас. Нет, но уже... Не значит, что направлены. Вот если нужны сами копии ответов, не знаю, можете написать заявление, чтобы их не получали, чтобы провести проверку по этому факту и также выдать вам копию ответов. Алло? А. Сейчас я им скажу. Сейчас я скажу им. Хорошо. Электронный вариант. Мои целью. Хорошо. Хорошо. Сейчас я тогда еще подождите, я сейчас через общий отдел постараюсь выяснить, по какому адресу они вам отправляли конверты. Угу. Дурахманов, ты как учится у вас высказать? Т.У. Т.У. Комет. Мы можем посмотреть по... У вас же электронный вариант этих реестров же есть. Вот человек мне звонит, говорит, что... Значит, в августе он трижды направлял генеральное... Он с генерального уведомления получает, а ответы от нас не получает. Амина говорит, что у них там ответы направлены не значатся. Мы можем по этим реестрам посмотреть, по какому адресу мы давали ответы? Абдурахманов, Т.У. Абдурахманов. Амин, подожди. Сейчас, Амин, подожди. По реестру посмотреть, по какому адресу мы отправляли ему эти ответы. Сейчас скажу. Амин, 16 сентября ты говорила? По трем телефонам разговариваю. Сейчас, сейчас подожди. Одновременно по трем телефонам разговариваю. Сейчас она скажет, что в августе нам пришло за генеральное, и мы ответы на то, что 16 сентября, кажется, сказала. Ну, то, что в августе мы получали, в сентября какого числа мы отправили? Направили ему 16-го, но 9-го, хотя бы его посмотреть, чтобы я просто, мне интересно, Абдурахманов, Т.У. Да, по какому адресу мы отправляли, Асид Хажа? И электронку пусть сразу проверят, но электронку почему не отправлено? Ну, электронку вы там писали, чтобы на электронку отправляли вам ответы? Да, обязательно. Прокуратура была обязана мне продублировать на электронную почту. Да. Да, сейчас закончилась, комета разговаривала. Сейчас я вот с Ипалин договорю, а так, да, одна. Ты позвонить хочешь или спуститься, Амин? Я ответа. Да. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Ага, все, тогда. Так, смотрите, она сейчас, девушка, в общем, отделе смотрит. Но я сейчас, если не видела жалобы, вам не могу сказать точно, что у вас там как было написано и почему вам не дали. Если вы там писали, чтобы вам в электронном виде дали ответ, да, на электронный адрес, электронная почта. Сейчас вам ничего сказать не могу, вы можете с начальником отдела переговорить, либо, как я вам сказал, жалобу написать, что я просил, мне не дали. Мы вам, как положено, в основном порядке ответ дадим. Разберемся. Если вы писали действительно, чтобы вам дали адрес электронной почты, будем разбираться. Ну, значит, этот номер, который мне дали, это и есть номер начальника отдела, правильно? Да. Я могу поговорить на тему электронной почты, почему я не получил, и могу ли я... Конечно, он все-таки начальник этого отдела, где разрешали жалобу. Все, отлично, тогда я с ним буду. Ну, конечно, вообще, было бы правильно, если бы вы в письменной форме написали бы, изложили бы суть вашей претензии, суть жалобы, потому что вы не получаете ответы. Я трижды писал. Так, конечно, было бы правильно, потому что вам в письменной форме ответ дадим. Вы понимаете, я трижды писал. А так это его номер телефона, можете переговорить и посчитать нужным. Я бы с удовольствием написал бы еще хоть пять. Ну, по крайней мере, у нас есть такие, что по адресу фактического вашего проживания, единственное, я пока не знаю, еще не уточнил, по какому адресу конкретно, какой адрес вы там писали, по какому адресу мы вам давали ответ, но трижды, чтобы мы не направили, но такого быть не может. Я вас понял, Малика, дело в том. Когда считаете нужным, позвоните, сейчас его в коменте нет, попозже. Вы работаете до шести? Поговорите с начальником отдела. Вы до шести работаете? Шесть-пятнадцать, рабочий день заканчивается. Ну, завтра я тогда, наверное, буду звонить. Смотреть, как вам удобно. Хорошо, спасибо. Не за что. До свидания.